Всем привет! В эфире «Универ Ньюз». Сегодня с вами я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. 19 сентября состоялось заседание ректората КФУ. Ника Сафронов рассказал о пути к успеху и взаимоотношениях со СМИ. В Казахском университете состоялась 4-я всероссийская конференция «Верхний палеозой России». 19 сентября состоялось очередное заседание ректората КФУ. Основным отличием стало предварительное посещение комплекса зданий бывшего военного госпиталя. 19 сентября состоялось очередное, не совсем обычное заседание ректората КФУ. Основным отличием стало предварительное посещение комплекса зданий бывшего военного госпиталя. Обход масштабной стройки на территории бывшего военного госпиталя позволил членам ректората убедиться, что ремонтные работы уже идут к завершению. В трех зданиях разместят лаборатории, многие из которых перенесут из главного корпуса КФУ, освободив помещение для прочих проектов. Сейчас вы видите, в каждом здании есть лестница, и не одна, которая является памятником, и они все восстанавливаются. Что будет в этом здании? Вот первый этаж, наверное, вы проходили, вы видели, что там стены в плитках обложены. По сути дела, весь первый этаж – это будет так называемый ветвлад, а не функционалы, то есть чего вообще нет практически нигде в России. Следующей точкой для посещения стала отремонтированная столовая Института психологии и образования Казанского федерального университета. В КФУ завершается прием иностранных граждан, поступающих на основные образовательные программы. На сегодняшний день в Казанский федеральный университет физически прибыло 1307 человек в головной курсе и в целом по университету 1926 абитуриентов, поступающих на основные образовательные программы студентов, бакалавра и магистры. Всего же количество иностранных студентов насчитывается 4600 человек. Напомним, что до конца приемной кампании, то есть до ноября 2017 года, их количество достигнет 5000 человек. Мы впервые попали в базу данных агентства «Таймс». Значит, по гуманитарным наукам, по искусству гуманитарного наука мы занимаем позиции 200-250. Более того, в наш университет включен число 39 учебных заведений Российской Федерации, которые будут акцентироваться на экспорте образования, на экспорте, на импорте. В этот день на повестке стояло обсуждение регламента по изданию монографий, сборников и учебных материалов, напечатанных в издательстве КФУ под грифом «Казанский университет». Позволяет для тех лиц, которые публикуют под грифом «Казанский университет учебную и научную методическую литературу, пройти некий такой отбор лицензии с тем, чтобы мы были уверены, что данная публикация является действительно хорошей, достойной имени Казанский университет. С докладом об изменении средней заработной платы выступил проректор по финансовой деятельности. В целом, она выразила уверенность в выполнении майских указов президента России. Я прошу его отработать и вам лучше самим дать предложение, не так, что я диктаторский там все это сделал. Какой процент у вас с платного образования должен идти на доплату всех сотрудников? Среднюю заработную плату по ПВС вы должны довести тоже до двойного по республике, то есть это 60 тысяч. Пожалуйста, внимательно посмотрите. Стоит отметить, что со следующего года приемная комиссия университета расположится в концертно-спортивном комплексе «Уникс». Необходимость этого решения давно назрела, а последняя приемная кампания это еще раз подтвердила. До конца сентября директорам институтов дано поручение определить места и локализации столов от институтов и требования по их размещению. Диана Шилова, Леонард Аблесьяров, Владислав Михневский, Универньюз. Казанский федеральный университет на протяжении многих лет развивает сотрудничество с Португалией в научно-образовательной сфере. На этот раз с визитом в Казанский университет прибыл министр экономики Португалии. Смотрим. С рабочим визитом Казанский федеральный университет посетила португальская делегация во главе с министром экономики Португалии Эммануэлем Кабралом. Они побывали в музее, где узнали все об истории одного из старейших университетов России. Познакомились с биографией таких известных людей, как Владимир Ильич Ленин, Лев Николаевич Толстой и другими, которые также учились в Казанском федеральном. Мне очень приятно было посетить Казанский федеральный университет. Это замечательное учебное заведение. Университет с огромными традициями. Я считаю, что у нас с Казанским университетом есть огромное поле для сотрудничества, которое касается как обмена студентами, так и совместной исследовательской деятельности. На сегодняшний день Казанский федеральный уже сотрудничает с тремя португальскими университетами. Это новый университет в Лиссабоне, университетами Порту и Куимры. Анна Глузнова, Леонард Волесьяров, Универ Ньюз. Ни для кого не секрет, что наша страна богата огромными осадочными отложениями и впечатляющим количеством ископаемых. Зарубежные ученые довольно заинтересованы данным феноменом. И в связи с этим уже в полной мере проходят исследования совместно с российскими исследователями. Чем же так удивительна верхняя палеоза России, расскажет Аделя Шамилова. Казанский федеральный университет стал площадкой для проведения так называемой Головкинской встречи. Четвертая всероссийская конференция верхней палеозы России, которая состоялась в КФУ, носит имя первого профессора геологии и основателя Казанской геологической школы Николая Головкинского, который стал основоположником изучения верхнего палеозоя в Волгокамском бассейне. Когда мы начинали эту конференцию организовывать, мы тоже думали о том, что все-таки Головкинский – это выдающийся геолог, выдающийся геолог, действительно революционер в геологии. Площадкой для проведения данной конференции Казанский университет был выбран не случайно, ведь именно здесь сформирована совместная рабочая группа – стратеграфия нефтегазоносных резервуаров верхнего палеозоя. В Казани я уже в четвертый раз, впервые был здесь именно на первой Головкинской встрече. Больше всего меня интересует стратеграфия Перми, ведь в России имеются огромные осадочные отложения и большое количество ископаемых. В Германии мы также изучаем Перм и проводим совместные исследования с Россией. Несмотря на то, что история изучения верхнепалеозойских отложений России насчитывает более полутора столетий, исследователи во всем мире и по сегодняшний день ощущают необходимость обсуждения научных направлений и обмена мнениями. Каждую неделю со студентами Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ встречаются известные творческие личности. О пути к успеху и не только рассказал Ника Сафронов. Заслуженный художник Российской Федерации Ника Сафронов провел творческую встречу со студентами Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Как и любой спикер, пришедший поделиться опытом с молодыми журналистами, Ника Сафронов поделился о личном успехе. И заметил, что он не стремился быть известным, а хотел стать настоящим профессионалом. Вот есть профессионал и есть любитель. Вот мне нравится, я тоже испытываю от этого удовольствие, когда любитель смотрит на свою картину, говорит, мне так это удалось, я так рад, она мне так нравится. Я прям хожу и не могу насладиться. Я вот всегда недоволен своими работами, и я всегда испытываю, что что-то не сделано, вот к ним критическое отношение, и это нормально. Ника Сафронов глубоко отметил вопрос о влиянии мамы в своем творчестве, подарив обладателю этого вопроса свою книгу. А к словам напутствия подтолкнул начинающий журналист, за что студентка получила два билета на выставку художника. В бассейне спортивного комплекса «Бустан» 20 и 21 сентября проходят массовые заплывы, посвященные году Лобачевского в Казанском федеральном университете, а также Международному дню студенческого спорта. Как это было, смотри далее. С 20 по 21 сентября в плавательном бассейне «Бустан» проходит массовый заплыв под девизом «Войди в историю университета и подари свою минуту году Лобачевского» с участием студентов, аспирантов, сотрудников и преподавательского состава университета. Ежедневно участники будут плыть в течение 225 минут. Каждому участнику нужно преодолеть дистанцию в 50 метров в свободном стиле. У нас будут участвовать 2017 студентов, и общее время, которое будет затрачено на проведение заплыва – это 225 минут. То есть это как раз та дата, которая сегодня отмечается со дня рождения Николая Лобачевского. На этом у меня все. Будь всегда в теме с универнилс. До новых встреч!